Спасибо. Спасибо. А сегодня мы решили поговорить о том, какие истории и проекты можно создавать на основе собранных данных и проведенных исследований. Будем вдохновляться лучшими примерами. И наш эксперт Алексей Смагин, дата-журналист, преподаватель, расскажет, как в выгодном свете представлять результаты ваших исследований. У нас сегодня формат конференции, поэтому всех призываем активно участвовать, задавать вопросы. И передаю слово Алексею. Всем привет. Надеюсь, что меня слышно. Я работаю дата-журналистом, и, возможно, для вас это слово незнакомо. Я сначала хочу объяснить, что это такое, чем занимаюсь дата-журналисты. Дата-журналисты работают с данными в медиа, они их анализируют, они, возможно, делают какие-то исследования, они их каким-то образом преобразуют и думают, как представить в какой-то понятной и популярной форме, сделать какую-то красивую инфографику. И сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом, показать вам работы своих коллег, других дата-журналистов из стран СМГ, из зарубежных стран. И сейчас я открою презентацию, и мы с вами поговорим о том, как готовить свои исследования к публикации в СМИ. Собственно, у меня, когда я работал на газете, был коллега, он был ученым, у него очень большой опыт, он работал в Германии, в Испании, и он до сих пор убежден, что достаточно сделать хорошее исследование, грамотное, и оно станет популярным. Вот, но на самом деле я с ним не согласен, потому что, ну, если ты хочешь, чтобы твое исследование просто прочитали коллеги-ученые, какая-то узкая группа экспертов, то, ну, действительно, в СМИ, окей, можешь просто опубликовать, и тебя кто-нибудь прочитает. Но если хочется, чтобы твое исследование как-то разошлось, стало массовым, то нужно задумываться о его также оформлении. И у меня есть такой любимый пример. Я как-то заметил… Так, у меня здесь поп-ап попал. Сейчас я попробую убрать, кто мешается. Момент. Нет, он не исчезает. Видимо, придется ставить кнопку наверх. Собственно, я как-то увидел где-то новость, то ли в агрегаторе Яндекса, то ли еще где-то, что она прям даже так называлась, как «Комсомольская правда» назвала самые богатые и бедные регионы. И вот я сейчас погубил и тоже нашел кучу новостей на этот счет. И если перейти к кунице этих новостей, то там также будет написано, что вот в этом пишет «Комсомольская правда», «Правда», что анализировала консалтинговая компания РРГ. И я заходил на сайт «Комсомольской правды», там довольно популярная статья, и мне захотелось найти какие-то исходные данные, понять, что и как анализировали. И вот исходное исследование я нашел с трудом. Оказалось, что оно было опубликовано на сайте РБК, причем оно было опубликовано за три месяца до того, как оно реально начало вертиться в СМИ. И в чем же разница публикации исходной на РБК и того, что сделала «Комсомольская правда». У «Комсомольской правды» была вот такая вот яркая карта. Она, конечно, даже не самая грамотная с точки зрения визуализации данных. То есть здесь, грубо говоря, данные даже не визуализированы, она просто подписана цифрами, и, возможно, это не суперудобно, но зато карта выглядит более-менее привлекательно. Вот, и у меня здесь есть ссылка в презентации, презентацию вам потом скинут, и вы можете посмотреть, что там достаточно популярный текст, который поймет любой читатель. Вот, собственно, что было у РБК? У РБК в исходном тексте была вот такая карта, которая выглядит гораздо менее привлекательной, и там был именно сложный экспертный текст. И вот пока, собственно, журналисты не взяли и не переделывали материал из, условно, вот такого вот, вот такой формат, он не стал верститься. И этим я хочу сказать, что по-хорошему недостаточно просто провести классные исследования и ждать, что вас ждет безумная слава. По-хорошему должны сыграть несколько компонентов. Это и хорошее исследование, и классная подача, которую все поймут, плюс какое-то продвижение. Вот, ну и еще, возможно, доля успеха, доля удачи. Я хочу сейчас показать несколько работ. Я сразу предупрежу, что они довольно сложные технически, и я не говорю о том, что вот нужно бросать все дела и сделать непримерно так, как условно New York Times. Вот, но мне очень хочется, чтобы вы сейчас вдохновились этими работами и подумали о том, какие элементы из этих работ вы могли бы использовать для представления собственных данных. Вот, и я хочу, чтобы первую работу вы почитали самостоятельно. Я сейчас брошу ссылку в Zoom. И я рекомендую открывать эту ссылку в режиме инкогнито, потому что у New York Times есть Paywall, и он может блочить, если вы открываете в обычном режиме. Вот, давайте вы посмотрите 5 минут. Я пока что выключу экран, чтобы вас не отвлекать. И попробуйте ответить на вопросы, что в этом исследовании вас привлекает, какие моменты цепляют. Продолжение следует... 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 Но если все не стесняются говорить, то тогда выскажусь я. Продолжение следует... 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 за то, что он соответствует некоторым вкусовым предпочтениям жюри. Условно, был скандал с каким-то фильмом про чернокожих. Я уже не помню название этого фильма. И некоторые члены жюри анонимно признавались, что голосовали за него только потому, что этот фильм он снят про чернокожих. И как раз эта проблема, это и есть проблема Оскар Байт. И изначально это была научная работа без каких-либо картинок, просто формулы, просто много текста, сложного, наполненного математическими терминами. И мы в студии инфографики пригласили это в такую популярную работу, в которой с помощью инфографики рассказали, как это все работает, какие есть критерии, по которым можно вычислить оскорбательные фильмы. И мы здесь играем на том, что мы берем какие-то популярные всем известные фильмы, ну или многие известные фильмы, которые получали много наград, и разбираем, являются ли эти фильмы Оскар Байт или не являются, подходят ли они под те правила, которые нам говорят, что они или не подходят. И мне кажется, сердце работы – это возможность бить здесь свой любимый фильм, какой-нибудь там «Аватар», например, да. И здесь можно посмотреть его рейтинг, и где этот фильм находится по сравнению с остальными. Вот. На самом деле здесь инфографика устроена таким образом, что у нас есть… мы поделили четыре орбиты американского кино, и первые орбиты – это фильмы, которые прям максимально оскорбательные, то есть их режиссеры сделали, ну, просто все, чтобы получить статуэтку. И вот чем дальше орбита, тем менее оскорбательный фильм. Собственно, здесь находятся фильмы, которые особо не стремятся получить статуэтки. Вот. А чем ближе, тем больше фильмы стремятся получить статуэтки. Хочу показать еще один популярный прием, классный, в работе ABC News. Это возможность подставить данные читателя в общую картину, чтобы читатель мог почувствовать себя внутри истории. Эта история рассказывает про изменение климата, про глобальное потепление, и нам предлагают здесь… пить год своего рождения и посмотреть, какая была температура, когда мы родились, и как она менялась с тех пор. Вот. И таким образом мы больше покушаем всю историю, и дальше больше начинаем ей сочувствовать. Хочу также сказать, что инфографика, по-хорошему, это сердце дата проекта, потому что не всегда мы можем иллюстрировать, как в случае с New York Times, например, наши работы с какими-нибудь хорошими фотографиями. чаще всего картинки, которые у нас есть в дате публикации – это графики. И нужно делать эти графики, собственно, тоже привлекательными. Я буквально вчера видел в Твиттере пост, на котором было две картинки. Эти картинки показывали одинаковые явления, там использовались одинаковые данные, но они были сделаны абсолютно по-разному. Собственно, эта картинка, если не ошибаюсь, там снизу написано издание, вроде как Мизанет называется. Вот. У них была вот такая вот карта. Нет, точно такую же карту сделала New York Times. Разница этих карт только в дизайне. Но карта New York Times смотрится очень сильно выигрышной. Вот. Этим примером я хочу сказать вам, что в инфографике очень важна частота. То есть не должно быть какого-то визуального шума, который будет отталкивать от восприятия картинки. На самом деле, есть очень много моментов, связанных с инфографикой, и я, конечно, не могу вам рассказать их все сейчас, но хочу сказать о некоторых важных вещах, которые, на мой взгляд, должны быть в инфографике. Инфографику классно делают детали. Мне, например, нравится инфографика у издания Bloomberg. Несмотря на то, что она довольно простая, не интерактивная, но там есть очень много мелочей, которые делают ее классной. Первая важная деталь – это цветовые акценты. Эта инфографика рассказывает о популярности шахмат, которая повысилась после выхода фильма «Гамбит королевы» или сериала, я путаюсь. Собственно, идея в том, что когда вышел фильм, то шахматы стали очень популярными. И вот здесь, на графике, на верхнем дистолбике, как раз выделен фрагмент, судя по всему, когда вышел фильм. И показывается, что вот в этот период количество пользователей, количество игроков очень сильно возросло. Второй момент, который делает инфографик классный – это аннотации, какие-то мелкие подписи, детальки, которые интересно разглядывать, читать и тем самым входить в историю еще глубже. То есть мы не просто смотрим на какие-то цифры, линии, а еще читаем, что значит понижение столбиков, повышение столбиков, что происходит в этом моменте. То есть таким образом, при помощи инфографики мы еще и рассказываем историю. И также важный момент – это элементы стиля, которые делают инфографику более интересными. В данном случае это и фотографии сериала, и стиль заливки площадного графика, в этом случае, который немножко напоминает шахматную доску. Мне очень нравится, когда в графике используются визуальные метафоры. Это, конечно, вообще не момент, который обязательно использовать, но он очень классный, и у меня есть любимая художница, ее зовут Мона Чалаби, которая как раз делает очень много работ с визуальными метафорами. Что это такое? Когда мы, собственно, используем график в контексте какого-нибудь понятного всем предмета. Например, здесь график похож на сыпь на лице. А на самом деле это просто корреляция, которая показывает, что чем больше мы волнуемся, тем больше акне вылезает на лице. Количество кофеина в разных напитках. Даже все работа Мон Чалаби. Это случай кори у детей в разные годы. И количество калорий, которые мы потребляем в разные месяцы. Здесь важно, что, несмотря на то, что Мона использует разные красивые метафоры, здесь не нарушается логика самого графика. То есть мы действительно можем отследить, сколько в каждом месяце примерно было потребление калорий. То есть данные не искажаются. Потому что некоторые СМИ любят делать какие-то сложные формы, при этом забывая абсолютно про то, что данные должны быть визуализированы корректно. И просто, не знаю, подписывают цифры на какой-нибудь картинке. Она абсолютно ничего не визуализирует. Вот это вот плохо. Очень классный формат. Это когда картинка получается идеальной для того, чтобы люди ей делились в социальных сетях. То есть переслали друг другу в Телеграме, постили в сториз. И у меня был такой пример работы, когда я делал эту графику для новой газеты, для медиазоны. Я сразу говорю, что эту работу можно считать довольно спорной. Потому что здесь она вызвала много обсуждений в ДТВ-сообществе. Но я хочу сказать, что это как раз яркая картинка, которая привлекает внимание. И когда люди делились этим исследованием, они часто выкладывали это исследование именно с этой картинкой. Например, блогер Александра Митрошина выкладывал у себя в сториз как раз эту инфографику. И за счет того, что мы делаем какие-то классные картинки, мы повышаем веральность. И люди потом переходят на это исследование. и с удовольствием его читают. Ну и делятся с другими. Иногда можно делать специальные форматы под соцсети. То есть, может быть, изначально ваша инфографика в тексте, она не подходит под соцсети, потому что все делились. Но вы можете сделать специальный формат, например, под Инстаграм. И такое часто делают издания The Pudding, которые специализируются на дату-журналистике. У них в Инстаграме часто выходят такие мини-истории, которые также ведут на основные расследования. И вот они в таких карточках рассказывают какую-то основную суть, которая там происходит. То есть, мы можем просто пролистать 10 картинок и вкратце узнать, о чем будет исследование, или хотя бы узнать столько, чтобы появилось желание перейти и прочитать все мысли полностью. Я тезисно проговорю важные моменты, которые до этого прозвучали. Во-первых, визуал – это важно. Продумывайте инфографику, иллюстрации или фото, которые будут привлекать к работе. Тексты читают сейчас гораздо менее охотно. Во-вторых, когда делаете инфографику, используете стори-терлинг, я подразумеваю правильно сформулированные заголовки, световые акценты, и нотации. Очень классно рассказывать истории для иллюстрации проблемы, которые будут вызывать эмоции читателя и будут близки ему. Классный прием также увлекать читателя. То есть, если вы показываете, допустим, все зарплаты в России, и показываете, какая зарплата у читателя, он может сравнить свою зарплату с остальными прямо на графике, то это очень здорово. И также классно создает форматы, которые удобно ширить в соцтех. Я сейчас все это показал, и, наверное, у некоторых из вас возникли мысли, что, конечно, это все классно и интересно, но мы так не умеем, и денег нет, и, в общем, вы нам все это показали, и мы не знаем, как это все применить. Но здесь есть разные варианты. Мой первый совет – это пойти к СМИ, которые, собственно, этим занимаются, которые делают какую-то классную инфографику, которые делают классные спецпроекты, принести им в свое исследование, сказать, мы хотим, чтобы вы его красиво оформили. Ну, причем желательно, чтобы СМИ писало вот как раз о тех вещах, которые вы там наисследовали. Вот. И очень вероятно, что кто-нибудь согласится заняться вашей работой, особенно если у вас классная тема, классные данные, с ними можно реально сделать что-то красивое, интересное. Вот. Вот такая вероятность есть, что кто-то примется делать из вашего исследования конфетку. Второй момент. Попробуйте найти студентов, которые умеют делать инфографику, которые владеют некоторыми инструментами, и они могут показать действительно хорошие результаты. Вот. То есть не обязательно прямо в самом начале нанимать какой-то штат очень дорогих специалистов, которые будут делать работу в New York Times, например. Вот. Сейчас студенты учатся делать инфографику. Например, в высшей школе экономики очень много студентов умеют ее делать. За другие вузы пока не могу сказать, не знаю, что там происходит. Вот. И они могут там вам также помочь сделать, оформить ваше исследование. Вот. И третий совет – это попробуйте использовать простые инструменты, которые позволяют что-то делать без программирования. И вот как раз я хочу рассказать вам о таком инструменте. Этот инструмент называется Flush. Он позволяет делать красивую, анимированную, интерактивную инфографику. У них есть раздел с примерами, где можно примерно посмотреть, что можно в этом сервисе сделать. Например, такой тип графика. Он называется «Гонка барчартер». И он помогает нам посмотреть, как разные категории конкурируют с друг другом во времени. Ну, в данном случае это население разных стран и показывается население разных стран в разные годы в таком анимированном формате. Вот. У них также есть возможность делать какие-то интерактивные элементы. Например, есть данные по коронавирусу, и можно вбить страны, которые нас интересуют, и показать график только по этим странам. Вот. Очень много здесь связано с анимацией, переходом одних элементов в другие. То есть это выглядит реально классно, привлекательно. Не нужно программировать. Достаточно просто освоить. Вот. Единственное, что здесь важно понимать, как это все правильно оформлять. То есть здесь больше играет роль какая-то насмотренность и чувство стиля. Вот. И я хочу вам сейчас продемонстрировать, что работать во Flourish достаточно просто. И мы с вами попробуем сделать анимированную историю про смертность в России. Вот. Я предполагаю, что это будет проходить в форме мастер-класса. То есть я предлагаю вам это сделать вместе со мной параллельно. Если вы не будете успевать, если у вас какие-то вопросы в процессе, то вы можете мне их задавать либо в чат, либо поднимайте руку и говорите голосом. Вот. Собственно, сейчас я покажу примерно, что мы будем изображать. В блоге Flourish есть история про смертность в Англии. Здесь показано количество смертей в разные годы. И мы сейчас подобную работу повторим для России. Собственно, я перед занятием немножко подготовил данные. Я зашел на сайт Росстата и скачал таблички, в которых были данные о смертности в разные месяцы. Росстат дает разбивку по месяцам. Но ничего страшного, из этого тоже можно сделать хороший график. Я сейчас расширю вам эту табличку. И скину в чат. Скопируйте, пожалуйста, эту табличку к себе, если будете делать работу вместе со мной. Но если делать не хотите, то можете просто посмотреть, как это все делается. Может быть, повторить потом по видео. Собственно, во Флорише авторизация идет через Google. Я сейчас вошел в профиль, но попробую выйти, чтобы все было как у вас. Я сейчас скину ссылку также на Флорише. Вот и по этой ссылке вы можете зайти через свой профиль Google. И, скорее всего, у вас начальный право будет выглядеть немножко иначе, потому что у меня там уже есть новые каких-то шаблонов, которые я использовал до этого. Если вы раньше не работали во Флорише, то, скорее всего, экран у вас будет пустой. Собственно, чтобы начать делать визуализацию, я нажимаю на кнопку «Новая визуализация» и выбираю линейный тип графика. Это тот график, который мы будем строить. Я подожду буквально минутку. Может быть, у кого-то проблемы со входом или с тем, чтобы открывать данные. И через минуту продолжу рассказывать, что здесь происходит. Если у вас, по ходу, возникают какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их. Я буду стараться отвечать. Спасибо. Я думаю, что мы можем пойти дальше. Собственно, когда вы откроете… Так, кто-то пишет в чат. Да, презентацию должны скинуть организаторы, либо завтра, либо через пару дней. Так что вы можете посмотреть и саму презентацию, и видео, которое сейчас записывается. Но давайте разберемся с флоришем. Когда мы заходим в окно регистрирования графика, у нас есть две главные вкладки. Вкладка «Превью», где мы можем настроить, как будет график отображаться. И вкладка «Дейта», где находятся наши данные. И здесь мы можем посмотреть, как устроен набор данных, которые мы должны загружать для этого шаблона. Собственно, мы видим, что у нас есть отдельная колонка со временем. И еще четыре значения. Ну, это линии, которые мы будем идеализировать. То есть, каждая колонка – это каждая линия. И, собственно, свой набор данных я формировал прямо вручную. Я сделал по тому же принципу. То есть, у меня есть одна колонка со временем. И значение для каждой линии. То есть, для каждой линии у меня это год. Это количество смертей в данный месяц в этом году. Скопировав все данные, очищу содержимое флориша и вставлю свои данные. Нам теперь нужно подкорректировать, какие колонки мы будем использовать для визуализации. Здесь, справа от таблицы, мы как раз это можем настроить. У нас есть здесь два важных поля, которые мы будем использовать. Первое поле – это поле времени. И время у нас находится в колонке G. Означение у нас находится с колонки A по колонку F. Единственное, что давайте для этой визуализации мы будем с A до D и еще колонку F. То есть, колонку E мы пока не используем. Данные настроили. Теперь мы можем перейти в настройки внешнего вида графика. Он сейчас выглядит не так симпатично, как в примере здесь. Нам нужно сделать несколько вещей, чтобы сделать его более пробегательным. Во-первых, уберем точки на вкладке Preview под меню Lines, Dots and Areas. Мы ищем пункт Dots и жмем на Off. Мы таким образом отключили точки. Потом мы убираем легенду сверху, идем в меню Legends и отключаем легенду. Затем нам нужно подписать линии, собственно, рядом с линиями. И это в меню Labels. И здесь пункт Show Labels on Lines. Мы делаем сейчас график менее пестрым, чтобы сохранить акцент на 2020 году, а все остальное приглушить. И для этого нужно идти в меню Colors. И я редактирую, собственно, цвета. Удалю все, что там есть. Буду использовать два цвета. Один цвет – стандартный синий. А второй цвет – вопью 6 раз латинскую букву I. Это обозначение серого цвета. И продублирую это еще 4 раза. Для каждой линии. Нам нужно теперь выделить именно 2020 год. Поэтому мы переносим синий цвет в самый конец. Пятым пунктом. И вот выделяется 2020 год. По сути, это финальная точка, к которой мы должны прийти. То есть я напомню, что мы сейчас делаем такую анимированную последовательную историю. И то, что сейчас на этом графике не явно видны годы, это не очень страшно. В принципе, можно сделать не I, а букву D. Тогда она будет чуть-чуть получше видна. Да, наверное, с буквы D будет получше. И нам также осталось сделать заголовок. Для этого мы идем в меню хедер. И пишем, собственно, что на этом графике изображено. А здесь отображено количество смертей. В России в данном случае можно написать, что в 2020 году. То есть у нас на каждом слайде будет разный год, как в примере. Собственно, по такой аналогии. В DataViz есть такой прием, что мы можем одним цветом выделять какую-то вещь в заголовке, например, и на графике. У нас на графике 2020 год синенький, и мы можем сделать его таким же в заголовке. Собственно, нам нужен код цвета, чтобы сделать его таким же. Он находится в меню Colors. Мы опять идем в редактирование и копируем эти шесть букв и цифр вместе с решеткой к себе. И для того, чтобы в заголовке нам сделать цвета, нам нужно написать немного HTML-кода. Я напишу его здесь, проговорю и потом скопирую в чат, чтобы вам не трудно было переписывать. Но пишется это так. Есть тег. Для тега используются треугольные скобки. Внутри тега я пишу span, style, равно, color и вот этот код, который я скопировал. И после 2020 я опять пишу треугольные скобки дважды, slash и снова span. И у меня выделилось синим цветом цифра 2020. И как обещал, я сейчас скопирую вам это в чат. Но это такой единственный более-менее продвинутый момент. В остальном во флорише все максимально интуитивно. И писать никакого кода не нужно. В принципе, можно с этим слайдом закончить. Назовем его slide0 в левом верхнем углу. И сохраним в правом углу, в правом верхнем. Кликнем на экспорт и паблиш и публикуем работу. Мы будем создавать нашу анимацию по слайдам. То есть мы сделали один из конечных слайдов. И теперь будем последовательно убирать с него линии, чтобы получить предыдущие шаги. То есть как здесь. Мы все начинали с одной линии. У нас это будет 15-й год. Потом добавим еще линию. Мы будем от обратного линию убирать. Переходим на главную страницу флориша. И продублируем наш слайд. Называем его slide1. Изменяем заголовок. Пишем там место 20-го года 19-й. И переходим в вкладку данные. И убираем столбец D из значений. Потому что 19-й год нам теперь не нужен. У нас будет от A по C. Так, я ошибся. Нужно убрать столбец F. От A по D без F. Мы убираем 20-й год. И последний штрих. Это выделить на графике 19-й год. Мы идем в цвета. Редактируем цвета. И убираем один из серых цветов. Так, чтобы синий цвет у нас оказался на четвертом месте. У нас готов второй слайд. Мы также его сохраняем через Export and Publish. И то же самое проделываем, чтобы получить 18-й год. То есть можно его даже копировать, не выходя на главный экран. Просто в левом углу нажать на Duplicate. Назовем его слайд 2. И проделаем те же самые изменения. В заголовке Ставим 18-й год. В данных уберем столбец с 19-м годом. И в цветах уберем один из серых цветов. И сохраним. Я здесь делаю небольшую паузу, чтобы если кто-то повторяет за мной, вы успели меня догнать. По-хорошему, то же самое нам нужно проделать с 18-м, 17-м годом. Но это довольно рутинная работа. Ее не очень интересно смотреть. Поэтому мы остановимся на 18-м году. И попробуем сделать еще какие-нибудь интересные слайды. Перейдем на главный экран. И скопируем наш нулевой слайд. У меня есть идея показать разницу между максимальным значением за 4 года и 2020 годом. И для этого есть в данных отдельный столбец, где посчитано по максимуму. Мы, собственно, изменяем наши значения values с столбец I и столбец F. То есть мы оставляем только две линии. Максимальный за 16-й, 19-й и 2020 год. Идем в меню Colors. И оставляем только один серый и один синий цвет, чтобы 2020 год был выделен. Я назову его slide-1, потому что по логике он у меня должен быть после нулевого слайда. и сохраняю его опять же. Сделаю еще одну копию, на которой покажу, собственно, акцент на этом изменении. Назову слайд минус 2. И во Flores есть такая функция заполнить цветом разницу между нулевыми линиями. Она находится в меню Lines.Cenarios. И здесь переключатель, который называется Shade Between Lines. Здесь можно выбрать цвет. И нужно также написать название столбцов. Да, я забыл сделать важную вещь. Здесь подписано не очень понятно максимально 16-е, 19-е. Давайте напишем это на предыдущем слайде на русском языке, чтобы все было человечней. Я напишу на русском языке максимум смертей в 16-19 годах. И также сделаю на своем новом слайде минус 2. Когда вы нажмете переключатель, показать эту область, сокращать эту область между линиями, здесь нужно указать через 2 точки, через 2 точки точнее, название линий, пространство между которыми вы будете закрашивать. И пространство между линиями у меня закрасится. Сохраню этот слайд. Я могу сюда добавить какие-то аннотации. Например, добавить, где началась там вторая волна коронавируса, первая волна коронавируса. И чтобы это сделать, нам нужно тоже создать новые слайды. Я скопил этот слайд, назову его слайд минус 3. Я, честно говоря, не помню, когда считается начало второй волны коронавируса, но, допустим, это сентябрь. И подпишу на сентябре, что вот здесь началась вторая волна. Я иду в аннотации, меню аннотации, highlights on x-axis и в формате подпись я напишу, что это вторая волна коронавируса. Опять два двоеточия. и пометка на оси x, около которой мы будем писать, это сентябрь. Это, собственно, место, где у нас появится подпись. Также сохраню этот слайд. Это, например, наброски слайдов, которые мы будем использовать, и теперь из них нам нужно составить единую анимацию. Мы будем делать с помощью инструмента, который называется Flourish Stories. Перейдем на главный экран и кликнем на кнопку New Story. Интерфейс редактирования Stories, он очень похож на PowerPoint. То есть здесь можно создавать слайды и на каждый слайд добавлять либо визуализацию, либо здесь есть Basic Slide. Это слайд, куда можно поставить просто какой-нибудь текст, картинки, как в обычной презентации, только там чуть меньше, гораздо меньше инструмента. Собственно, мы выбираем визуализацию. Наш первый слайд называется Slide 2. Второй называется Slide 1. Slide 0. Slide – 1. Slide – 2. Slide – 3. Вот, добавился слайдер. И чтобы они автоматически проигрывались, нам нужно включить AutoPlay. AutoPlay находится в левом верхнем углу. Я нажимаю кнопку Enabled, чтобы его включить. И у меня появляется справа, сверху, над презентацией собственно поле, где мы можем настроить длительные слайды. поставлю 2 секунды и попробую посмотреть, что у меня получится. Нужно сначала экспортировать. И можно будет перейти по ссылке и посмотреть на какой будет история. Вот, и мы получим такую похожую историю. Возможно, стоит ее сделать немножко быстрее, особенно в последних моментах. вот, и что будет сделать? У меня сейчас заняло 20 минут, даже может быть меньше, что довольно быстро. Вот, также каждому слайду, если мы захотим, мы можем добавлять какие-то пояснения. здесь сверху есть место для подписей, где написано это caption here. И мы можем добавлять пояснение каждому слайду, например, сделать какие-нибудь пометки про 2018 год. эти пометки у нас будут также отображаться во время презентации сверху. Собственно, такую Flourish Stories и любые графики сделанного Flourish мы можем встраивать на сайт любого издания. Для этого есть код для встраивания, который можно просто вставить в админку сайта. Либо же просто можно прочитать ссылку на страницу Flourish, если вы это публикуете, например, в Телеграме. И это можно будет также посмотреть. Можно будет также посмотреть с телефона, обычно графики в Flourish хорошо адаптируются. То есть это будет выглядеть довольно симпатично. Да, наверное, у вас могут возникнуть вопросы, собственно, где всему этому научиться, по примеру, Flourish. В Flourish есть свои киториалы. Страница вроде называется Help Flourish Studio. И там есть много инструкций про то, как делать разные графики, про то, как эксплуатить разные функции. Так, но с ней кажется, что ты сейчас не так, она не хочет грузиться. Второй момент. Вы можете вбить просто в поиске что-то вроде Flourish реал. И, собственно, найдете на YouTube много разных видео про то, как работает во Flourish. я также хочу сказать, что во Flourish применем графиков есть другие интересные шаблоны. Например, есть шаблон для опросов, который может устраивать сайт. Если сейчас сайт Flourish не упадет, то я попробую открыть вам пример. Да, то есть вы можете, основываясь на данных, задавать читателям разные вопросы. Например, здесь вопросы про Гарри Поттера. И можно спросить, сколько фильмов про Гарри Поттера снимали. И ответы также будут визуализированы. Но не обязательно, чтобы все вопросы были связаны с визуализацией. Здесь есть классические тесты, например. Это тоже можно делать при помощи Flourish без программирования. И еще у них есть шаблон, который позволяет открыть страницу с инструкциями. Вот как она выглядит. И вы можете посмотреть, как это все работает. Есть шаблон, который позволяет сравнивать две картинки. Попробую сейчас его найти. слайдер. Боюсь, что быстро сейчас не найду. Но в общем, идея в том, что там есть ползунок. А, вот он, называется слайдер. ползунок, который позволяет сравнивать две фотографии. Например, если у вас там есть фотка места в 90-х годах, и вы хотите их сравнить, то можете вставить такой слайдер и дать читателю возможность это сравнить. Собственно, я рассказал вам все, что хотел. Если у вас есть какие-то вопросы, давайте либо сейчас, либо прямо сейчас на слайде есть мои контакты. Также хочу сказать, что я веду в телекраме канал про журналистику данных, где выкладываю много вдохновляющих работ для журналистов. Если вам интересна тема, если вам интересны за такими работами, то приглашаю вас туда. А если у вас есть какие-то вопросы ко мне сейчас, то давайте их обсудим, поговорим. Вы можете рассказать про ваши проекты исследования и попросить совета. Возможно, Алексей подскажет, где искать примеры. Поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы. Пока вопросов нет, я хотела бы проанонсировать, что 6 марта пройдет ежегодный день открытых данных. Мы приглашаем всех к участию в этой конференции. Она пройдет онлайн, уже можно регистрироваться. Кроме того, помимо конференции с 6 марта мы будем проводить мастер-классы про работу с данными с 1 по 5 марта. Поэтому присылайте, программа обновляется и в общем будем рады всех видеть. Есть ли у кого-то вопросы? Есть вопросы. с 1 по 5 марта это что будет? С 1 по 5 марта будет серия мастер-классов про работу с данными. Мы будем говорить, как анализировать данные в таком же формате мастер-класс, как сегодня примерно, как работать с геоданными. И скоро уже опубликуем более подробную информацию, какие будут мастер-классы. То есть ее еще нет, мы еще успеем записаться, правильно? Да, записывайтесь. Я скинула ссылку сейчас в чат на сайт мероприятия, где уже можно регистрироваться. А, вот так. Все понятненько, спасибо. Так, я вижу. Много спасибо в чате. Алексей, тогда попрошу резюмировать и какие-то ключевые выводы сделать, на что стоит обращать внимание, когда уже на этапе составление визуализации, создание визуализации и планирование медиапроекта. На самом деле слайдик с выводом у меня был до того, как я приступил к практике, но, наверное, главная мысль, которую хочется прорезюмировать еще раз, это то, что важно задумываться не только над тем, как круто сделать само исследование, но над тем, как вы будете его предоставлять и затем распространять. И, собственно, для этого мы сегодня рассмотрим разные приемы, как это сделать. Я подчеркиваю, что не страшно, если вы думаете, что это все суперсложно, вы не умеете это делать, есть разные варианты, есть платформа, где можно с минимальными навыками это все освоить, можно обращаться к СМИ, и можно, правда, привлекать студентов. Я могу сказать, что вот конкретно в Флориш, у меня есть две группы студентов в вышке и мы с ними будем в следующем модуле с апреля по июнь, кажется, прям учиться с этим работать и там условно будет готово 50 человек, которые все это точно смогут сделать, как пример. А вообще групп таких студентов будет 6, просто я только двух даю и могу за них сказать. Так что есть возможности. Всегда есть возможность найти волонтера, если уже понимаете, что сами не справляетесь. Спасибо большое. Еще раз хочу напомнить, что это было мероприятие из цикла исследования НКО. Все записи, видео и презентации мы присылаем тем, кто регистрировался и в том числе можно найти на сайте нашего проекта. Спасибо, Алексей, спасибо всем участникам и будем рады увидеться на следующих наших мероприятиях. До свидания.